Политики вообще так хвастали этим своим решением по переносу выходного дня, что можно уверенно сказать. Даже безусловное лидерство Верховной Рады в рейтинге недоверия уже вряд ли их отрезвит. Вот все отложили на декабрь. И десяток кадровых вопросов, и давно анонсированный день инфраструктуры, и новый закон о приватизации, и даже новые правила дорожного движения. Зато 2 мая ликвидировали. Ну и конечно, подумали о деньгах. Госбюджет ведь святое дело. Первое чтение провели и подбивают цену для голосования во втором. Чего еще ждать от депутатов, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Они начали неделю с бюджета. После заключения комитета прошел месяц, и у нардепов было достаточно времени, чтобы изучить бюджетную арифметику. Изучили и на критику не скупились. В этом бюджете мы будем защищать украинскую медицину, которая недофинансована. Когда из местных бюджетов забирают деньги и отдают на полицейскую страну, финансируя прокуратуру, МВС, это недопустима речь. Мы категорично против створения полицейской страны с бедным населением, а тот бюджет как раз делает это. Мы не дали свой вариант бюджета, мы не дали пропозиции в бюджетный комитет, и считаем, что они справедливые для людей, когда уменьшаются выплаты силовикам, уменьшаются коммунальные тарифы и закладаются дополнительные доходы в бюджет за рахунок реальной инфляции. Все это суммарно дает приблизительно 100 миллиардов гривен. Суммарно, количество пропозиций, которая подошла до первого читания поданным урядом в парламент по выдачной частини, 35 миллиардов гривен. Пропозиции по надходжениям только 10. Меня интересует, как премьер и весь уряд видят баланс по 25 миллиардов гривен. 7% инфляции, то есть что такое? Это не 7% увеличение цен за год, что это обман. Потому что люди сегодня, когда ходят в магазины, видят вартость мяса, молока, сала, хлеба, да всего, что люди споживают, овощи даже, которые растут критично в своей цене каждый день, то люди понимают, что никакого 7% увеличения продуктов питания за год и товаров споживания не будет, а будет как минимум в 2-3% увеличение. Это 200-300% инфляции. Эти же замечания депутаты озвучили, когда в зал пришел премьер вместе с министром финансов агитировать нардепов голосовать. Мы не можем погодиться с тем, что пильги на житлово-коммунальные послуги опять же накладаются на местные бюджеты. Это заберет в следующем году 7 миллиардов гривен от местных бюджетов. Но несмотря на критику, все понимали, голосовать нужно, как понимали и то, что сил двух фракций не хватит. Эти заявки всегда были предметом торгов. Очевидно, что вопрос мажоритарников будет одним из ключевых, и какую поддержку они получают на свои округи. Я думаю, что уряду удастся собрать голосы. Собственно, так и получилось верный костыль. Коалиции радикалы дали максимум своих голосов. Да и депутатские группы не остались безучастны. По итогу смету приняли в первом чтении. Простые цифры. Знову увеличивается дефицит. Это почти 75 миллиардов гривен. Что это? Это снова увеличивается борговое навантажение на экономику, а через это борговое навантажение на людей. Потому что каждый человек сейчас уже принято на почти 50 тысяч гривен. Каждый украинец из внешних боргов. Другой. Порахованный Министерством социальной политики минимальный прожитковый минимум. Это 3 тысячи гривен, даже немного больше. Закладывается средняя пенсия между 1300 и 1400 гривен. Это означает, что люди просто будут за чертовой, за межею бедности. Проголосовали нардепы из-за поручения к обмину, которые в ближайшие две недели будут предметом предметных обсуждений за закрытыми дверями. В этой постановке есть два раздела. Доручение Кабинета Министров о том, что те выдации, которые должны быть включены и сбалансированы в бюджете. Часть из них касается финансирования армии. Частина из них касается финансирования медицины. Будет собираться голосов снова куплением певных групп фракций за счет того, что будет давать деньги кому больше, кому меньше на певные социально-экономические программы. Уряд залучился большой поддержкой депутатов-мажоритарников, гарантирующие и выполняющие свои гарантии, как мы видим в этом году, в предыдущем году, что до социально-экономического развития мажоритарных округов. По большому счету, это выглядит как подвертый петкоп. Не считаться с радикалами и группами в этом зале невозможно. Даже голосование за то, чтобы католическое Рождество сделать выходным, большинство не по силам. Без наших голосов оно не проходит. Я хочу поблагодарить всем коллегам и Олегу Валерьевичу за понимание ситуации. Впрочем, есть тема, способная сплотить всех в зале. Это бизнес-интересы. И когда речь заходит о защите от силовиков, депутаты едины. Я не считаю тех силовиков, которые вдевают погоны правоохранительных органов и используют все возможности для того, чтобы тиснуть на честный, прозорый бизнес. Створюйте маски-шоу, обшуки, блокирование, выключают у них технику, первую документацию. За документ, который усмирит силовиков, проголосовали все. Если будут проводиться следственные действия, например, обшуки, выключение техники, это должно проводиться с видеофиксацией. Это надважливо. Будь-яка особа в житлі или в владении которой проводится обшук, мает право пользоваться послугами адвоката, и защитник мает право быть присутствием на обшуку. Такое же единство хотелось бы увидеть в отношении законопроекта о реинтеграции Донбасса. Но в повестке дня он так и не появился. Профильный комитет разбирался с огромным количеством поправок. И сегодня согласовал окончательный вариант. Мы даже враховали деякие правки оппозиционного блоку. Можливо, это тоже, сколько не, деякие из них тоже проголосуют. Это было бы очень важно, потому что этот законопроект может стать объединением независимо от оппозиционной належности или право-владной належности политических сил в парламенте. Насправдя, закон про реинтеграцию может быть походной или следующей момента после того, как будут достигнуты певные политические и дипломатические договоренности. Поэтому если телегу ставить поперед кобили, то это не будет ехать. Поэтому мы против этого законопроинтеграции. Мы считаем его политиканским, который не приводит к решению главного вопроса мира на сходе Украины. Теперь нардепы ушли на двухнедельный перерыв. Кроме Донбасса и бюджета у них гора нерешенных кадровых вопросов. Спикер анонсировал, что на следующем сессийном тижне, через два тижня, там, вопрос о ЦВК будет стоять порядка дня. Министерство, идут консультации, идут консультации, но тут больше вопросов к премьеру. Как только премьер призначит это и внесет подание, мы будем рассматривать и голосовать. Торги, которые идут сейчас у влады, все возможны. Но сейчас нацбанк, я думаю, что точно не будет голосовать. Рахунковая палата, я допускаю, что может выйти на это голосование. Абсолютно большинство кадровых вопросов это чисто политика, это попытка заблокировать измену ЦВК, и вы видите, что происходит. Это и попытка не делать ответственными министрами, которые у нас до этого времени выполняют обязательства. К тому же, избирательный кодекс обещали рассмотреть по сокращенной процедуре, а значит, следуя регламенту, он в зале появится как раз в канун Нового года. Так что в этом году под елочку может быть не только госбюджет, но и новые избирательные правила.